Друзья, всем привет! Вы, как обычно, находитесь на канале ВОДЫХА, когда я, с вами, как всегда, Ксюша и Александр. Друзья, сегодня начинается наше новое увлекательное путешествие. Путешествие из зимы в лето. В нашей серии видеороликов мы вам расскажем и покажем, стоит ли лететь в сурган зимой, а также какая погода, какая температура моря в феврале на этом египетском курорке. Настолько ли там ветрено или, может быть, совершенно наоборот. И этот курорт идеально подходит для зимнего отдыха. А также мы обязательно покажем, как живет сурган в это время года, покажем вам цены на рынках и в супермаркетах этого города и обязательно посетим увлекательные экскурсии. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А мы начинаем! Итак, друзья, прошли мы первый контроль, где у нас измерили температуру. Мы предъявили билеты для входа в аэропорт и наши паспорта. Так как сюда не пропускают именно провожающих, пропускают только людей, которые летят. Поэтому обязательно берите где-то, держите возле себя поближе паспорта и билеты для того, чтобы предъявить при входе. Очередь небольшая, но работает всего один вход. Обязательно проверили наш вылет. Все идет по времени. Вроде никаких переносов нет. Из баров работает только Хайнекен и кафе ВОК. Также из нововведений. Это лаборатория, которая расположена в аэропорту, где вы можете сдать тест на ковид. И лучше приезжать сюда за три часа, так как вам нужно еще дождаться результат. Не только сдать тест, но и получить свой результат. Расположена она возле входа. Но данный вход на данный момент закрыт. Друзья, в общем, прошли мы паспортный контроль. Прошли контроль проверки личных вещей. Особо каких-то изменений нет. Единственное, что впервые с нами такое произошло. У Ксюши запищал ремень. Но осмотрели двоих. В общем, посмотрели и завели в какую-то барокамеру. Она крутится. Руки вверх. Да, похожая на душевую кабину. Прозрачная такая, стеклянная. Потом еще вышли. Еще и металлодетектором нас осмотрели. Я разули. И даже вот в носках, говорят, подыми носок обыскивали еще ничего ли в носке нет. Ну, короче, вот такая вот ситуация. Пальцами на ногах обыскивали. В общем, весело было. Но, слава богу, все обошлось. Мы все прошли. Никаких больше проверок температуры, кроме как при входе, у нас не было. Единственное, что еще во время паспортного контроля, точнее, не паспортного контроля, а когда нам выдавали билеты, мы наши места заказывали заранее у нашего туроператора. Она нам зарезервировала места в 20-м ряду. И когда мы подошли получать наши билеты, так как там QR-код не считывался, то у нас запросили наши тесты. И, в принципе, больше никаких таких изменений не было. Если вы сдаете тесты заранее, как вы это делали мы, то также при получении ваших билетов запрашивают ваши результаты тестов. И еще единственное, спросили тоже декларацию здоровья, есть ли она у нас. Да, она у нас есть. Если у кого-то из нас не будет, вам ее будут на регистрацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Такая, конечно, ситуация Все заметено Никто пока еще не чистит, не убирает Ребята, также напоминаем О конкурсе для подписчиков Угадай отель Наша подсказка Отель находится в районе Сахал-Хашиш-Рот Пожалуйста, время еще есть Пишите Приз достойный Приз действительно достойный Поэтому, ребята, пишите ваши варианты Количество вариантов не ограничено Поэтому не стесняйтесь Пишите несколько комментариев И выигрывайте обязательно Друзья, в общем Сейчас 5 часов утра У нас уже через пару часов должна начаться Посадка на рейс Мы сегодня приехали в 2 часа ночи Из-за погодных условий Думали, дороги реально не расчищены Приехали заранее И посадка началась за 4 часа До регистрации Началась 4 часа? Да За 4 часа до вылета Но буквально вот сейчас В 5 часов утра Просто начало сыпать Неимоверно Я не знаю, как мы будем взлетать Я не знаю вообще, как будет Будет ли задержка или не будет Тремненько мне чего-то, если честно Очень сыпет Это невозможно передать Вот как буквально позавчера Вот это вот снег сыпал-сыпал Сейчас та же самая ситуация Никто до сих пор не убирает полосы Но будем надеяться, что Не расчищается вообще ничего Полосы не расчищаются Самолеты стоят Пока задержки никакой нет Но будем стараться максимум Быстро сегодня выгрузить видео И чтобы оно уже сегодня Буквально Постараемся в момент нашего взлета Чтобы видео как раз вот вышло Будем надеяться, что рейс не перенесут И не задержат Слава Богу Кстати, задавали очень правильный вопрос К предыдущему видео О том, что если вы сдаете тест За 72 часа до прилета В случае задержки рейса Что нужно делать? В случае задержки рейса Нужно сдавать новый тест В любом случае есть разные ситуации Поэтому вы уточняете У вашего туроператора Возможно, вам пойдут навстречу И просто оплатят данную Пересдачу теста, скажем так То есть ситуации есть разные Это все нужно обговаривать С вашими туроператорами Да Это индивидуально Ну, серьезно Это индивидуальная ситуация Для каждого Для каждого, да Да Но все-таки не каждый раз Задерживают рейс Настолько долго Чтоб 72 часа там Как-то переносились В общем, ребята На этом будем заканчивать Наше сегодняшнее видео Будем ждать Все-таки Уже посадку И взлет И удачное приземление Ну Тут с такой погодой Только удачный взлет На самом деле Пишите комментарии Ставьте лайки До новых встреч Пока-пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok